Мы прослеживаемся продукции всей продукции РК. Но невозможно сразу быстро импедрить новую технологию, поэтому к 2016 году подоспел законопроект о семеноводстве, где как раз закладывались новые аспекты. И вот для того, чтобы максимально быстро и синхронизировано с законодательством попробовать вот эти вот вещи, решили остановиться на неком относительно узком участке, связанной с прослеживанием семян, технология одна, принципы одни, да, просто-напросто опробировать. Вот поэтому остановились на семинарах. Если это все увеличается успехом, и действительно мы увидим с использованием данной технологии те эффекты, да, которые мы предполагаем, то ничто не мешает тиражировать данную технологию на прослеживание остальных продукций агропромышленного продукта. Спасибо. А если вернуться к семинарам, то есть вы... Что такое семечка, да? Это же совсем маленькая, допустим, семечка морковки, она, ну, вот вообще гликосомпическая. У вас же, соответственно, как? Вы берете по партиям, и как-то вы их смотрите? Или как? Да, все верно. Вы все верно говорите. Давайте мы с вами, главное, чтобы мы развели с вами некие там понятия, которые сейчас двигаются в Российской Федерации, да, кто взаимодействует между и сельскохозом России и промоторгом России, есть некие кейсы направления, связанные с маркировкой товаров, то есть некие с индификацией товаров, да, есть некие вот кейсы, которые связаны с прослеживанием. На текущий момент, естественно, то, что в системе учитывается и прослеживается, это партии семян. У нас есть некие нормативные документы, есть, скажем так, порядки, которые предусматривают, что все семена, которые попадают для коммерческой использования на рынок, они проходят сертификацию. То есть если вы покупаете семена для, ну, частного использования, в огороде и так далее, да, то не нужна сертификация, но если семена попадают на коммерческий рынок на продажу, они сертифицируются. Для этого есть аккредитованные соответствующие организации, через которые проходит вот эта вся информация. И информация именно о сертифицированных партии семян с указанием посевных и сортовых характеристик, ну и объемов в том числе, вот она хранится как раз в соответствующем распределенном реестре. То, чтобы вы понимали, что зайдя в соответствующий ресурс, введя интересующие вас данные для получения семянного материала, вы увидите, что выращена там-то, тем-то, у нее такие-то характеристики всхожести и прочее, она там, элита там такая-то, сорт такой-то, такой-то, и это все подтверждается соответствующими сертифицированными испытаниями, которые проводила в том числе аккредитованные, в текущий момент государственные наши партнерские учреждения по партиям семян. То есть, таким образом, мы и подтверждаем некое качество и безопасность вот этого семенного материала. То есть, если ты приобретешь семена в другом каком-то месте, да, ну, какие-то там вопросы, да, к министерству физических хозяйствам, когда мы дали ресурсы, говорим, вот туда попадает то, что, действительно, там, мы подтверждаем качество и безопасность за счет этих сертифицированных испытаний. Надеюсь, ответил на что? Да, вполне, спасибо большое. Я просто не влюблялся на бизнес-процессе, связанном с этими вещами. Если нужно, готов пояснить. Когда вы сообщили о том, что вызывали библиотеки криптографические, ну, в Бостовске, я так понимаю, вы реализовали как вызов внешней библиотеки. Так, вам не встроено? Не совсем. Смотрите. Есть же разные способы реализации криптографии в системе, да, можно реализовывать, как говорили вот наши коллеги из ФСБ, путем прям разработки своего криптографического ядра, написания технических заданий, реализации соответствующих криптографических алгоритмов и так далее. Долгий, тяжелый, мы, наверное, были бы на истоках этого криптографического криптографической системы и обеспечить их встраивание, да, как бы в существующий код. Вот. Это второй момент. Менее болезненный, требующий тоже аналогичных соответствующих сертифицированных испытаний. Третий путь использовать, как мы обычно используем на всевозможных ваших компьютерах, да, ну, если все мы люди, мы все используем электронные подписи, установили сертифицированное криптографическое средство, да, операционную систему. Оно, естественно, предоставило вам соответствующий криптографический API, в котором вы можете обращаться и отсылать туда какие-то данные для того, чтобы соответствующие криптографические средства могло сделать с ними соответствующее преобразование. То есть, таким образом было сделано. То есть, были закуплены соответствующие криптографические сертифицированные криптосредства, да, которые были развернуты, которые предоставили соответствующие интерфейсы, Куда, собственно, система берет данные, что ей нужно вычислить соответствующие хэши, совершить какие-то криптографические преобразования, отправляет туда данные, там все это сертифицировано вычисляет и возвращается в результат. Она берет результат и уже использует в своей работе некий бизнес-вой. Я бы хотел уточнить, вы сказали, что все замедлилось из-за того, что используются именно косовские алгоритмы или из-за того, что используются вызывные функции какого-то внешнего средства? Конечно, из-за того, что используются некие вызывные внешние средства. Просто вопрос в том, что если мы будем делать с вами все с нуля, то, наверное, даже работа систем моей с замедленными функциями будет намного быстрее, чем вы два года будете сертифицировать, а то и три года при таких подходах, собственно, свою систему застоит вычислить. Это проблема именно с логаритмом или с реализацией вызова? Нет, нет, просто в связи с реализацией неких дополнительных накладных расходов, связанных с вызовом. В принципе, в других случаях тупиковая лет, использовать чужой модуль какой-то внешний, и, скорее всего, решение будет самое оптимальное использовать в уже сертифицированной библиотеке, но встроенную в платформу. Я не спорю. Это некий промежуточный вариант, который я сказал. Да, но все равно потребует за собой сертификации. Потому что любое встраивание чего-то, это потребует за собой некие сертификационные испытания, которые действительно займут время. Но тут еще дополним. Все-таки прослеживаемость семян и количество тех партий, и количество тех операций, которые нужно совершать в течение определенного времени, оно ограничено, и оно не такое безумно масштабное, чтобы даже не справлялись с соответствующими решениями. Я просто почему на эти моменты остановился, что если кто-то будет проектировать систему, действительно нужна быть высокая производительность, то есть большое количество транзакций будет протекать через систему, то тогда вот эти моменты нужно как-то получить. Можно вступлю в полимику и немножко табелю о российскую криптографию, основанную на гастах. Мое предположение, скорее всего, используются сертифицированные USB токены, где вычисления производят карточные микросхемы. То, что реально в смарт-картах банковских используется. Естественно, там производительность небольшая. Под задачу необходимо брать мощные вычислители, ХСМы, которые могут бы это сделать. Это другая стоимость, это другое обслуживание, это другое встраивание. Ну вот, в этом вся дисплея. С вами кардинально не согласен, по одной простой причине. Те библиотеки, которые используются на большом компьютере, там, x86-архитектура и мощные производители, да, они работают быстро, но они не сертифицированы. И тут вы правы. Сертифицированные средства, функциональные законченные, маленькие, они низкопроизводительные. Дело даже не в том. Дело в неких дополнительных интерфейсах и неких дополнительных вызовах, которые за собой это порождают. Естественно, когда вы встраиваете, да, у вас отсутствует вот эта простойка в виде дополнительных опиевых вызовов и прочих вещей, да, я ни в коем случае не хотел, не то, что там, да, как бы против, да, российский криптоалгоризм сказал, я имею в виду, что из-за того, что приходится использовать, вынуждены использовать другие решения, это вызывает дополнительные некие докладные расходы, не более. ГОС все нормально работает, но не все это право просто не работает. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, геопроизводительная технология. У меня вопрос такой, у вас целевая архитектура предполагает размещение узлов вот этой общей сети на стороне каких-то участников, и второй вопрос, у кого из этих участников будет располагаться ордер-ресервер, это та самая КАФКО, если я говорю, это же ФАПРИКО. И как будет достигаться централизации? Там была где-то там на слайде соответствующая схема. Смотрите, ничего тут ужасного нет. Просто по логике работы системой, погрузить там информацию о сертифицированных партии семян у нас могут только соответствующие аккредитованные организации. Ну так построены бизнес-процессы, да, как бы в Российской Федерации. Поэтому, естественно, при большом желании технических возможностей у соответствующих аккредитовных организаций, они могут у себя и будут у себя располагать соответствующие узлы, да, которые будут подтверждать легитимность соответствующей, да, как бы цепочкой. Ну, логично, любые участники, они могут получить доступ к тем же первым, но только на чтение. Потому что КПЛ позволяет правильно управлять соответствующими правами, да, как бы изобретить те или иные операции для тех или иных участников. Ну, во всяком случае, право на чтение никто не обменял. Для того, чтобы действительно раскрутить всю эту цепочку и удостовериться, что никто никогда на каком-то этапе не обманул, не подменил. И это было всегда странно. Владимир, национально-технологический палат. Я правильно понимаю, что... Владимир Юрьтеев, национально-технологический палат. Я правильно понимаю, что в связи с принятием федерального закона о промышленной политике в Российской Федерации каждое министерство ведомства, ну, началось, естественно, с мирового торга, получило задание создать свой ГИСБ, Государственную информационную систему промышленности. У вас будет своя ГИСБ, Государственная информационная система сельского хозяйства. Ну и далее везде там, да, Министерство энергетики, ну и так далее. Вы предполагаете, что потом эти все государственные информационные системы объединятся в одну? То есть у вас есть понимание, как вы будете интегрировать? Потому что уже сейчас есть реальные противоречия между Минстроем и Минпромтором. У вас нет таких противоречий с другим ведомствами? Давайте я отвечу на ваш вопрос. Наверное, уже это хороший вопрос от чиновника. Тот спрашивает про какие-то там блоки. А я ж чиновник. Мне что сказали, я то и делаю. Я понял, вы по заданиям принимаете. Поясняю вам, да-да. Есть такой замечательный закон, мало ли кто-то не знает, за номером 264 о развитии сельского хозяйства. Там, если мне не изменяет память, есть 17-я статья, которая была еще в 2008 году введена, которая говорит, что есть такая система, как СГИОСХ, система государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. В рамках этого федерального закона и вот этой статьи, есть подзаконный нормативно-правовый акция номером 157, постановление правительства, которое говорит, что это за система, какая в ней должна быть информация, кто оператором системы является и так далее. Но в текущий момент Сельхозроссия не придумывала в себе никакой нормативной документы, ни что-то там не придумывала в себе очередную ГИС, с чем-то связанную. У него и так нормативно-правовое обеспечение в честь создания государственных функционных ресурсов есть в виде двух нормативных документов, которых я озвучил. И система ГИС Семенового, что она создавалась исключительно в рамках уже действующих, у меня уже более 10 лет, нормативно-правового документа. Почему же не должно быть никаких противоречий, почему мы не видим сверхбольших сложностей, по одной простой причине. Для этого у нас создан в прошлом году аж целый Министерство цифрового развития, которое по логике, по статусу своему, оно должно координировать деятельность. Оно и координирует через 365-е постановление правительства, координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти. Через планы информатизации, через некие заключения на любые нормотворческие инициативы, то, что связано с КРАТИ. Поэтому мы всегда чтили законодательство, мы всегда соблюдаем те нормы, рекомендации, которые для нас озвучивает Министерство цифрового развития, коммуникации и связи, поэтому здесь никаких проблем нет. Мы просто потихонечку революционно двигаемся на некие другие ступеньки. То есть если мы привыкли всегда оперировать ГИСами, а это у нас сейчас присутствует в драматике именно как ГИСы, то Министерство цифрового развития двигает некие другие консультальные программы, подходы, что ГИСы должны потихонечку соединяться, объединяться в некие платформенные решения, образующиеся на одной технологической платформе, и в первую очередь там должны работать так называемые складные технологии. Потому что мы любим много говорить, где одна из них блокчейн, бигдата, машинное обучение и так далее. Это будет работать только где будут большие данные, где будет большой объем данных и так далее. Сейчас действительно бывает, что данные разнесены по неким функциональным ГИСам, как сделано у нас. Поэтому прекрасно понимаем, куда мы там двигаемся, как мы будем объединять данные. Но надо, наверное, отдать должное Министерству всех хозяйств, не хочу хвалиться, но нам на ЦИ. Зная даже наперед, а мы эту систему, я же говорю, что еще до 204 указов планировали, без всяких вещей. У нас все информационные системы имеют на входе и на выходе соответствующие интерфейсы взаимодействия. То есть там открыты всевозможные REST-интерфейсы, геоинформационные системы тоже. Поэтому проблем с какими-либо интеграциями и прочими, с переносом данных вообще никаким образом не видится. Аналогично мы в большинстве своем используем open-source решения. То есть не сильно зависим от каких-то там вендоров, привязанных к каким-то базовым технологиям. Поэтому мы довольно гибки в этой мере. И в прошлом году, понимая даже, каким образом я могу потихонечку трансформировать, Министерство всех хозяйств совершило небольшое, но потихонечку начало двигаться в этом направлении. Мы активно стали внедрять в информационных системах, вновь разрабатываемых, и это не исключение, да, технологию микросервисной архитектуры, это технология контейнеризации, то есть всевозможные докеры, и автоматизация всевозможных сборов, как там ансибы и прочее. Поэтому двигаемся усиленно в облака, надеемся, что скоро мы вообще оторвемся там от некой технической инфраструктуры и доблестно, да, пойдем в наше нормальное, светлое будущее развитие эти технологии. Спасибо. Спасибо. Ну, я повторю предыдущий вопрос, который звучал примерно как много-много разных ВИСов, как они будут объединяться. На мой взгляд, тут проблемы нет в объединении, то есть через API, а данных, по-моему, пресечений нет. Ну, если я правильно вопрос понял. Тут, понимаете, наверное, больше, чего он несколько опасается, или готовится в Министерстве их колеса, что все его системы, они, в принципе, построены в основном были на обработке информации, которая поступает в рекламентированных блоках, то есть на облачную обработку информации, пакетную, да, вот, наверное, лучше так сказать, не облачную, а пакетную обработку данных, да, с развитием, да, как бы, и в том числе данные системы мы прекрасно понимаем, что мы, скорее всего, и с пакетной обработки будем потихонечку перетекать в отопку обработки, где постоянно-постоянно будут поступать какие-либо довольно оперативные изменяющиеся данные, и изменятся объекты. И вот здесь мы все хозяйства сейчас очень там внимательно смотрим за этим технологием, как бы эти моменты учесть, для того, чтобы потом можно было действительно безболезненно, можно с этим моментом связать. Не буду сейчас в техническом этапе углубляться, но, во всяком случае, надо смотреть уже в потоке. Друзья мои, значит, спасибо. Есть что-то там, что...